Приветствую вас, дорогая Церковь, дорогие мои братья и сестры! Хочу вместе с вами сказать самые радостные слова, слова благодарности великому вечному Богу, Господу нашему Иисусу Христу слава! Рад возможности быть снова вместе и без каких-то длинных вступлений, предисловий, объяснений. С братьями мы договорились, условились, сознавая, что день жаркий. Время пусть будет собрано и сконцентрировано на самой главной части сегодняшнего служения, на приобщению к телу и крови Иисуса. Я хочу делиться Божьим Словом первое послание к Иринфянам. Первая глава, 17-18 стих. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Я думаю, что мы недооцениваем определенной силы, заключенной в этих словах. Я думаю, когда соприкасаюсь со служением, сам как служитель, что где-то мы поверхностно проходим, читая, проповедуя, мимо этих слов. Слов, которые Павел под вдохновением Святого Духа выразил и сказал так. Слово о кресте. Люди делятся в его сейчас изложении на две категории. Вот здесь. Он говорит, что погибающие и спасаемые. Погибающие, еще не погибшие, но они погибают. И спасаемые, заметьте, еще в этом выражении, не спасенные, но они в процессе спасения. Думаю, что вы согласитесь со мной, что абсолютно все находящиеся здесь относятся к этой второй части. Человек, который не ищет, не хочет, не знает, который человек на пути в погибель, он не придет сегодня сюда точно. Почему же тогда такой корректный, мягкий библейский язык не использует выражение «мы спасены уже»? Очень просто. Жизненный корабль всей Вселенной дал не просто трещину, он тонет. Люди, находившиеся в этом корабле, обречены. Они однозначно погибнут, потому что корабль не выплывет. Но кому-то вот согласилось, заблагорассудилось, вот захотелось взять спасательные жилеты. Они одели, другие посмеялись. Так что вы делаете? Они взяли и одели. Ты смотришь, ты смотришь те, которые оказались без уже на дне, а эти плывут. Берег вроде еще далеко, но они плывут. И они полны надежды, что они доплывут. Буря, волны порой, но они как-то выплывают, и снова, и уже вот недалеко этот берег. Братья и сестры, мы спасены в надежде. И для нас, спасаемых, нужна сила, чтобы плыть. Мы ищем силы в разных аспектах нашей жизни. Мы ищем силы физические, мы ищем... Всем людям хочется быть здоровыми, счастливыми, богатыми. Но даже в этих направлениях естественных для людей они не могут быть такими. Это только условное понятие на этой земной дороге. Без спасения, без самого главного. Все остальное второстепенное. И потому нам нужна сила. И здесь Павел говорит, слово о кресте для нас это сила. Просто слово. Нам надо больше что-то? Нет. Это не просто слово. Это не занятие времени чем-нибудь, о чем-нибудь поговорить, поболтать, пообщаться. Вот так. Это что-то более насыщенное, более конкретное. Слово о кресте. И мы совершенно далеки от того, чтобы рассуждать, каким был тот крест, какую форму он имел. Здесь духовный смысл. Слово о том событии, которое произошло когда-то на Голгофе. Слово о том, кто стал твоим и моим спасителем. Слово о том, каким образом это произошло, для нас сила. И потому служения, хлебопроломления являются самыми благословенными служениями. недооцененными многими людьми, к сожалению. Им хочется шоу, им хочется выступлений. Да, все должно быть на своем месте. Я не против выступлений, не против каких-то других направлений, когда мы говорим, Библия полна различных тем, но наша сила скрыта в том, что ты слышишь слово о кресте. И чем больше ты будешь его слышать, не слушать, а принимать, слышать, жить этим словом, чем больше будут у тебя силы, силы для продолжения этого земного странствования. И вы знаете, что мне сейчас, может быть, даже больше приходится говорить на подобного рода служениях. Я для себя обнаруживаю, как мало мы еще знаем. И когда даже вот эту, взять часть, то огромного аспекта силы Божией, то один только лишь сегмент хочу сегодня вместе с вами рассмотреть, и увидеть, и показать, и принять для себя, чтобы жить этим, в чем выявляется эта сила Божья? В прощении наших грехов, в Божьем прощении. Давайте еще одно место прочтем для этого, чтобы нам дальше вникнуть в божественные истины. Послание Колосся нам апостола Павла, 2 глава, 13-15 стих. И вас, которые были мертвы во грехах и в необразании плоти вашей, оживил, речь идет о Иисусе, оживил вместе с Ним, просив нам все грехи, истребив учением, бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвозил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ними собою. Удивительнейшее местописание, которое открывает нам, и я связываюсь с тем первым отрывком, прочитанным, открывает нам Божью силу в прощении, и понимание Божьего прощения дает нам силу жить безгрешной жизнью. Жизнью относительно безгрешной, как люди, мы порой допускаем какие-то определенные погрешности, но жизнь христианина акцентирована на победу над грехом. Жизнь христианина, она направлена на то, чтобы вместе со Христом восторжествовать. Такое сильное это выражение, чуть-чуть потом, если Бог позволит, и время мы коснемся. Но давайте увидим глубину Божьего прощения, вас, которые были мертвы во грехах ваших. Божье прощение, оно является незаслуженным. Мы были мертвы, мы ничего для Бога не сделали, даже маломальски доброго, когда Он нашел нас и спас нас. Божье прощение, прощение по благодати, все дается незаслуженно, незаработанно, это благодать. По благодати, не буду сейчас говорить, в том числе и нашей церкви благодати, многие тут организации христианские существовали, продолжают существовать, но мы говорим о Божьей благодати. Божье прощение является для нас незаслуженным. Божье прощение, оно абсолютное, просив нам все грехи. Вот в этом 13 стихе, послушайте, большие и малые грехи, антиморальные, антинравственные, иные, имеют дерзновение сказать, христианин, находящийся в Божьем доме, не относится к числу людей, которые совершили некий непростительный грех, он относится к числу людей, которые прощены Господом, или же, если он отступился, то он может рассчитывать на это полное Божье прощение, которое является абсолютным. Я так благодарен Господу, братья и сестры, за то, что в Его очах, когда Он смотрит на нас сквозь жертву Своего Сына, когда мы приняли и живем под защитой крови, то Отец видит нас и как бы не видит, потому что сквозь кровь Иисуса Христа мы в глазах Небесного Отца являемся Его детьми, очищенными, прощенными и омытыми Его кровью. Это так здорово понимать. Божье прощение является несравнимым. Мы прощаем ведь, правда? Кого-то, когда-то, как-то. Мы говорим, за это я тебя прощаю, а за это не могу. У нас есть свои мерки, у нас есть свои какие-то ограничения, но Божье прощение, оно не имеет в себе равных, оно несравнимое. Даже пророк Ветхого Завета, я думаю, они не могли еще, люди Ветхого Завета, не могли до конца понять глубину Божьей любви, потому что закон Божий был достаточно конкретен. Преступление за грех – смерть. это уже в Новом Завете открывается вся глубина Божьей любви, потому что пик, верх, тапка, говорят, вершина открылась там, на Голгофе, в лице Иисуса, умирающего, умершего, отдавшего свою жизнь за нас, а Отец Небесный отдал в жертву Сына Своего. Их взаимная любовь к нам, людям, там было проявлено, и там открылось это прощение. Вот Михей восклицает, говорит, «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не уменяющий преступления, остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать». Аллилуйя! Вот Его сущность такая. Вот Ему хочется, когда Он вынужден наказывать, когда Он вынужден допускать действия сатаны, когда Он вынужден, что приходят суды на Вселенную, когда Он вынужден, это все, мы не можем понять Его сердце, Ему больно, Он не хотел бы, потому что Он любит миловать. Аллилуйя! Божье прощение открывается вот в этом 14 стихе, что сделано там было на Голгофе? Он истребил учение, бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Интересное выражение. Рукописание – это все на дальнем значении, что-то написанное от руки, но на самом деле это была долговая расписка, которую человек писал, в какой-то мере расписывался о своем долге. Взаимодавец давал нечто взаймы и сопровождалось долговой распиской. Сопровождалось тем, что человек, который брал на себя или брал в долг, брал на себя ответственность этот долг отдать. И вот эта расписка, эта долговая расписка, написанная, что произошло? Он говорит, истребил бывшее о нас рукописание. Это выражение можно перевести еще таким образом, в дословном переводе звучит «стерши», «стер» против нас расписку с указанием, которое было против нас. Все было против. Сама расписка против, то, что было написано, против, но Он взял «стер». И, наверное, я так думаю, он подумал, а может быть, люди, когда просто увидят, что вот его долг стерт, ну, кто его знает? Может, я не замечаю, вроде да, но следы остались. Или, может быть, где-то в какую-то среду поместить и опять проявится. И все, что записано, проявится. Я как однажды слышал проповедь о прощении, брат, в общем-то, хороший служитель, он говорит, да, Бог прощает, Бог более того, говорит, грехи топит в глубине морской, но, а что но? Но эти утопники могут всплыть, потопило, потом всплывет. И, знаешь, простите, такое сравнение, если кто-нибудь из вас видел, ой, всплывает в таком безобразном, но всплывают. Говорит, всплывет. Я думаю, так всплывет или не всплывет? Послушайте, всплывет или не всплывет то, что ты делал в неведении? То, что ты сделал, будучи непринятым еще Иисусом? Или неисповеданное что-то? Или то, что было еще не омыто кровью, но когда уже омылось? Когда ты пришел? Когда Бог это все снял? И вдруг что? Опять всплывет? Так вот, чтобы как-то зачеркнуть эти сомнения, он не только стер, а он взял эту расписку и пригвоздил ко кресту вместе с собой гвоздями там на Голгофе. Ты свободен от этой расписки полностью. Аллилуйя! Если ты принял жертву Иисуса, если ты с Ним соединился, если ты прощен, брат моей, сестра, я снова хочу сказать, Божье прощение является абсолютным, полным, незаслуженным нами, но прощением, которое Бог не забирает. Аллилуйя! Это Он, Бог добрый и милующий, совершивший такую свою работу. И я хочу все-таки подвести к тому, чтобы мы увидели, в чем же наша сила. Каким образом, в чем мы имеем силу, когда мы начинаем думать или говорить о кресте, о Божьем прощении. Когда человек, согласитесь, когда человек оделся в чистой одежде, когда человек осознавал, в каком он был состоянии, он был в лохмотьях, он был в рубищах, он был грязный, ему хотелось вымыться, человеческая натура хотела принять просто некий душ, и наконец-то он, наконец-то, он от чего-то освободился, наконец-то он переоделся, наконец-то он чистый. И вдруг он снова видит эту грязь, вдруг он снова видит это болото, вдруг он снова видит этот, простите, туалет, он видит снова. Ему не захочется, никогда не захочется снова окнуться в эту зловонную жижу, она ему надоела, она ему уже стоит, он будет шарахаться. Чем больше мы осознаем глубину, в которой мы находились, чем больше мы осознаем высоту Божьей любви, когда он протянул свою руку, тем дальше мы держимся от края этой пропасти. Это побуждает нас смотреть за своей жизнью, это побуждает нас просить у Бога, и Бог дает нам силу побеждать грех. Ведь фактически там, на Голгофе, когда мы принимаем хлебопроломление, когда мы вспоминаем смерть Иисуса, когда мы приобщаемся к телу крови, мы говорим о Его любви, и мы понимаем, что как раз самая сильная любовь проявилась там, и Его любовь заставляет нас, в свою очередь, любить Его. Я думаю, вы помните этот отрывок Писания, я не буду сейчас его читать, желая еще больше сэкономить время. В Евангелии Луки в седьмой главе описывается история, история, как Иисус был упрошен одним фарисеем, чтобы тот, Христос, пришел к нему в гости на обед, так и написано, что он просил. Христос дал согласие, пришел, возлег принять пищу, и в этот момент, каким-то образом в этот дом богатого человека проникла еще женщина, женщина не самого хорошего поведения, женщина, которая была в глазах людей, действительно нарушившей законы в глазах Бога, так Писание говорит, она взяла лавастровый сосуд с миром, и она подошла и стала что-то делать. Иисус возлежал, она подошла у ног, запыленные ноги, жаркая климат, не омытые, а та женщина слезами своими стала омывать ноги Иисуса, своими волосами стала вытирать, и стала целовать эти ноги. С чем он смотрит? Ну, я вот не могу понять сущности этого человека. Прикласил в дом, тебя же никто не заставлял. Некое гостеприимство. Так ты же прояви до конца. Ну, он, наверное, хотел перед людьми показаться. О, в моем доме даже и этот был. Я не знаю, что двигало им, но он смотрит и не может понять. Во-первых, как эта женщина сюда попала, что-то слуги так не сработали. Ну, ладно уже, куда деваться, выгонять неудобно. А с другой стороны, как Иисус себя ведет? Да почему Он позволяет этой женщине, которую все знают, что она такую репутацию имеет, почему Он позволяет это делать? Он ничего не сказал, но Иисус видел сердце. Говорит, Симон, я тебе что-то хочу сказать. Что, Господи? И говорит, вот я к тебе в дом пришел. Ведь есть некие правила. Я пришел запыленный. Человек, принимающий в Востоке, с радостью принимает. Ты мне целования не дал. Она ноги целует. Ты мне не только ноги не омыл, ты воды не дал, чтобы ноги помыть. Она слезами своими омывает ноги. И говорит, а как ты думаешь? И тоже проводит притчу. Одному хозяин просил долг в сумму 500 динариев, а другому 50. Как ты думаешь, вот этот взаимодавец? Ни тот, ни другой не смогли отдать. И тот, и тот сказал, не могу, нету. И он просил обоим. И вот как эти оба уравнения? Задачка с одним неизвестным. Вот эти оба прощенные. Одному 500 прощено, другому 50. Как ты думаешь, кто из них будет больше любить? Как бы вы ответили? Да, тут, по-моему, не надо иметь высокого математического образования, что такую задачку решить. Ну, конечно, 500 динариев просил. Больше? О, я такому... Если вам... Ну, я не знаю, какое сравнение можно употребить, но везде одинаковые доллары и рубль сейчас белорусский тоже, знаете, хорошо котируется. В обменнике смотришь, так уже как-то не так, как эти были миллионы. Все-таки живее Беларусь. Но мы понимаем расценки, правда? Если нам, ну, так, десятку кто-то, тоже деньги, но так. Ну, а если, скажем, с тремя, четырьмя, а лучше с пятью нулями после единицы, причем в такой твердой, да, ух ты! Да я тебе, человек, все готов делать. Такова наша натура. Как интересно, когда Христос вот это сказал Симону, дальше повернулся к этой женщине и говорит, прощаются тебе грехи. А ему, говорит, тот, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Прощаются и многие за то, что нам... Это, подожди, Господи, у тебя какая-то другая система появляется. Да нет! Да нет! Все равно по благодати. Но когда ты сознаешь, когда ты понимаешь, что ничего ты не мог сделать для Бога, но Бог тебя просил, и ты, осознавая, что Бог вот такого тебя, меня просил, ты начинаешь любить Его. Я не знаю, с чем можно сравнить, братья и сестры, но я верю, что христианин, рожденный свыше, любит своего Господа. И эта любовь ни с чем не может сравниться. Мы любим своих детей, мы любим своих жен, мужей, мы любим друзей, мы любим всех. Бог дает нам силу любить, но как Божья любовь к нам велика, так наша любовь к Богу не сравнима ни с чем. Это высшая любовь, Его любовь к нам, агапы, и наше сердце к Нему проявляется, потому что Он простил нам много. А кому мало прощено, тот мало любит. Господи, а это что? А это как? А это так, если ты о себе думаешь. А в этом собрании есть такие люди. А ты себе думаешь, ну я, в общем-то, и не такой большой грешник. Это Он, это Она, вы еще не знаете, а я знаю, а я, и все. И вот мы лишаемся, лишаемся этой глубины, признания, понимания, того, что сделал Он для нас на колгофе, братья и сестры. Божье прощение, слово о кресте, слово о прощении, совершенном на кресте, слово о том, кто отдал свою жизнь ради нас, понимание, осознание этого, приводит нас к трепету, к благоговению перед Ним, к страху перед грехом, мы не хотим запачкаться, мы не хотим вернуться в ту среду, в которой был. Мы для Него живем, мы окреляемся, мы ощущаем этот приток сил, мы понимаем в этом настоящее счастье. И согласиться, уверен со мной каждый рожденный свыше человек, самые блаженные минуты, самые счастливые наши эмоции выявляются. Мы люди, мы реагируем, мы радуемся чему-то, мы печалимся о чем-то, но самое великое неописуемое торжество приходит от осознания того, что ты прощен, ты омыт, ты сын, ты дочь небесного Отца, и наше жительство на небесах. И еще Писание здесь говорит, что Он отнял силы у начальств и властей неземных, пусть спят президенты спокойно, пусть руководят дальше императоры своими империями, духовная власть отнята у сатаны, Он властно подверг их позору, восторжествовав над ними, с собою. И в этой победе, совершенной Иисусом, право радоваться, право разделять эту победу, Он дал тебе и мне. Братья мои, сестры, мы можем также вместе с Иисусом восторжествовать и сказать, слава тебе, Господь, ты дал нам победу над грехом, властно восторжествовал, предал позору, демонические духи, мы сегодня не демонологии, мы сегодня не о том, чтобы молиться за изгнание, но тем не менее, каждый из нас осознает и понимает, что мы в духовной сфере, мы под влиянием сатаны, но, как здесь написано, они в позоре. Это слово, которое употребляет Павел, оно взято, как в римские времена, император после победы возвращался в свой город и перед собой гнал пленников, шел сам тот полководец, который одержал победу, люди встречали, люди ликовали, люди торжествовали, люди приветствовали этого полководца, и он шел как победитель. Я благодарю моего Господа, братья мои, сестры, выше главу искупленный народ, наш Иисус, наш победитель впереди нас идет, а мы вместе с Ним в этой торжественной армии шествуем за Ним. Аллилуйя! И вокруг позор для демонических духов, для греха, а мы в славе, а мы в Его красоте, а мы в Его величии уже здесь. А что будет там? Аллилуйя! Небо ожидает нас, и я приглашаю, что мы сейчас поднялись, что мы сейчас поблагодарили Господа за то, что Бог совершил в нашей жизни, за то, что Бог дал нам это право торжествовать, за то, что мы можем рассчитывать за то, что мы в Его победоносной армии. Давайте воздадим Ему славу, давайте принесем Ему честь, давайте прославим Его святое имя, молимся Господу нашему. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!